Издательство Эксмо. Яцек Пекара. Слуга Божий. Из большой ивовой корзины на пол перед нами высыпали отрубленные головы. Я внимательно пересчитал. Восемь. Столько и должно быть. Но с поголовьем оборотни разобрались, сказал сидевший рядом со мной Фадеус Вагнер и глянул искоса, оценил ли я меткую и уместную остроту. Он ткнул носком сапога одну из голов, откатил, пнул другую. Они спутались с колтунами окровавленных бород. Хорошая работа, похвалил Фадеус, принесших корзину, и дал знак, что могут идти. Гляди, какая красотка, кивнул уже мне, показывая на голову молоденькой девицы с длинными светлыми волосами. Теперь, правда, измазанными грязью и кровью. И что ей, делать было нечего. Люди безумны, вздохнул я. Чем дольше живу, чем больше вижу, тем чаще в этом убеждаюсь. Семеро мужчин и приглянувшаяся Вагнеру женщина были из банды оборотней. Они терроризировали околицы, одевались в звериные шкуры и нападали на путников и селян, пуская в ход зубы и когти. Так как превосходство у них частенько было четверо к одному, а жертвами оказывались старики, женщины и дети, оборотни сумели убить нескольких человек. Но в конце концов их поймали, повесили, а потом мертвым уже отрубили головы. Обезглавленные трупы мы приказали выставить на рынке, как предупреждение для других любителей рискованных развлечений. Головы же насадят на копья и украсят ими городские ворота. Тоже как предупреждение. Не нам, инквизиторам, заниматься такими ряжеными, но пришлось. Местный люд был слишком напуган. Они убедили себя, что оборотнем нипочем оружие, созданное человеком, поэтому ходили вооружившись бутылочками со святой водой. Так вот, городок Кобрец был избавлен от заразы оборотничества, а я и Вагнер могли спокойно вернуться в инквизиториум Равенсбурга, где кроме нас постоянно пребывала пара других инквизиторов, под опекой которых находился весь округ. «Но выставим счет бургомистру и домой», — решил Вагнер. Его грубо вырубленное квадратное лицо прорезала усмешка. «Аминь», — бормотнул я. «Мы выслеживали банду пару недель. И уж поверьте мне, милые мои, не было этой работы и достойно инквизиторских умений, тем паче времени функционеров святого официума. Единственная польза от всей суматохи — то, что, изрядно облегчив городскую казну, бургомистр вознаградит нас за труды». Такой была договоренность с Хайнрихом Помелем, высшим и старшим в Равенсбургском инквизиториуме. «А уж Помеле собственной матери выставил бы счет за свое рождение. И я соврал бы, сказав, что мы его за это не ценили. Инквизиторское содержание — сущие гроши. Но благодаря активности и инициативности Помеля в кошеле вашего нижайшего слуги время от времени звенели лишние монетки. Ясное дело, сам Помель имел с этого приварок куда больший, но мы с этим и не думали спорить. Во-первых, инквизиторы чтят служебную иерархию, и хорошо бы, если бы это действовало в обе стороны. Во-вторых, старое правило купцов гласит — лучше получить 10% со ста дукатов, чем ничего с тысячи. И поэтому бедный Мордимер радовался, что вскоре сможет позволить себе что-нибудь большее, чем корочка хлеба да глоточек воды. При всем своем сребролюбии, умениях и цинизме Хайнрих Помель был почти идеальным главой. Отчего так? От того, что радовался успехам подчиненных, искренне желая, дабы мы оказались достойны наивысшей чести, какая только может быть дарована инквизитору, лицензии его превосходительства епископа Хесхезрона или лицензии апостольской столицы. Сам он давным-давно мог покинуть Равенсбург и работать в Хесхезроне при самом епископе, но вечной горячке и вечному балагану, царившему в митрополии, предпочитал провинциальный покой. Я понимал его, но в то же время и жалел, что удобство повседневности пригасили в нем жар, какой должен пылать в сердце всякого инквизитора. Ибо место черных плащей, как нас кличут, там, где безраздельно властвуют зло и неправда. А местами такими, собственно, и являются апостольская столица, Хесхезрон и Энгельштад, столица нашей Великой Империи.